Мир вам, братья и сестры! Ну, сказано представиться, я из ДНР, правильнее так сказать, там, где война идет, с тех мест, мест отчуждения. Вы знаете, сегодня мы будем слушать свидетельства, и когда я вижу тех, кто оказывает милосердие бедным людям, больным людям, нуждающимся, это особое восприятие. Почему? Потому что, знаете, братья и сестры, благодаря вашим пожертвованиям мы в тех обстоятельствах войны много и много испытали милости Божьей. Бог не позволил нашим семьям нам молодать там, хотя неверующие люди, они сильно страдали, и многие обладали. А Бог так устроил, что великая милость для детей Его на служении в церкви Его во вспоможении. Сегодня будут говорить участие свидетельства инвалиды с ограниченными физическими возможностями. Я хочу сказать о том, что это определенный звук трубы последнего времени, когда наполнился дом, и были еще места, и было сказано «иди, позови правых, слепых по улицам и городям», и сегодня это служение совершается. Братья и сестры, мне поручено вести программу эту. Я свою программу ведения построю на основании места священописания из книги Иоанна 5 глава. Там в Иерусалиме была купальня по названию Вефезда, дом милосердия. Но много не было там милосердия. Вы знаете, наверное, не совсем. Бедняга человек, 38 лет страдал, был в болезни, и никто ему места не уступил даже в Вефезде, к сожалению. И вот Иисус Христос пришел в Иерусалим. Конечно, ему хотелось в храм пойти. Это место, где должно пребывать ему. Это место, где Бог обещал быть. И прежде чем прийти в храм, он пошел, посетил больных людей в Вефезде, а потом с исцеленным он встретился в храме. Было празднично в Иерусалиме. Праздник был. На Невезде было празднично. Не было праздничной в Вефезде. Иисус Христос, любя больных, нуждающихся людей, зашел в это место страдания и принес праздник. Он хотел всем подарить праздник исцеления. Иисус Христос не прошел, не нуждающихся людей, оказал им внимание и милосердие. Он послужил нуждающимся людям. И с неба Он пришел, братья и сестры, не для того, чтобы Ему послужили, зашел бы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В этой купальне было пять скрытых ходов. Скрытые хода. Часто страдающие люди скрывают свои слезы, хотят, чтобы меньше кто знал о их переживании. Но от Бога ничего невозможно скрыть. Ему наши слезы не безразличны. Он создал сердце, смотри, человеческое, великает во все дела. Он видит слезы, он сосуд собирает свой. И ни одна слеза детей его не будет забыта. И вот Христос зашел в этих пять крытых ходов, для того, чтобы утешить скорбящий. И так пять крытых ходов пред нами будет. Первый крытый ход это будет у нас дорожить здоровьем и быть благодарными Богу за то здоровье, которое Бог дал. Детки, молодежь, все, кто имеет здоровье, не забудьте сегодня, слушая ограниченные возможности людей, сказать Богу спасибо за то, что у меня есть здоровье, ходить со своими ногами, размышлять, работать руками своими. И это большое счастье. Бог, отправляя нас в этот мир, дал нам имение, как когда-то Отец Сына Своего отправил, дал имение. И одно из богатств, которое Бог дал людям, это здоровье. Бог дал им здоровье. Мы должны дорожить им и быть благодарными. Вы знаете, один человек, 50 лет, после 50 лет попал в больницу. И осень был недоволен тем, что он попал в больницу, где Бог, что он меня наказал, допустил болезнь, а 50 лет он не болел. И ни разу он не повернул, а сердце ему, язык ему сказать Богу спасибо. Это нечестно быть Богом. Этот милосердный, этот человек, который возвратился, самарянин, поблагодарить Христа, братья и сестры, он получил больше всех. Исцеление все получили. Благодарим, как Бог всеми пользуемся. А вот спасение не все получили. Только благодарный. Пусть наш Бог благословит быть благодарными Богу за здоровье. Итак, участие у нас будет сестры Ани и сестры Юлии. Пожалуйста. Пусть не очень много, но немного, как я видел. И когда я был 6 лет, я наступил к стуле, и у меня это лето Огко. И это было потом, я получил патезу, это глас Огко. И с другими глазами, которые я еще не знал, я мог бы видеть еще немного светлый и дункер. И тогда случилось, что у нас есть Хьюнер-Кюкен. И они были уже немного шире. И они были в столе. И я шла туда, и я пошла туда, и я думала, что поднялся у меня, и я спрекла его на юго-хан. Я пошла в глаза, и я пошла в глаза. И я прошла в 2. Протезе. Но я не знала, что мне было бы было. И когда я узнала, что, без Бога, ничего не случилось в нашем жизни, я могла это в руке, чтобы не было видно, что я не могла видеть, но я могла это в руке. И когда я был немного мальчиком, когда я уже был мальчиком, там были некоторые моменты, когда мне было очень тяжело. И я спросил меня, почему это должно быть? Почему это должно быть в моем жизни? Что это должно быть в моем жизни? И я спросил меня, на которые я не могла ответить, но я благодарен, что с 14 лет я не могла вернуться к Богу. И тогда мне было много объяснений, что для всех он имеет определенный Weg. И если мы не знаем, что мы не знаем, что мы с ним хорошо, то мы знаем, что мы с ним хорошо. И он всегда будет лучшим. Он хочет только что для нас. Один год назад я могла бы отдохнуть. Я благодарен, чтобы я был в Китае, чтобы я был в Китае, чтобы я был в Китае, чтобы я был в Китае и в Китае. И я могла бы мне возможность, даже в Украине, чтобы я был в Китае, чтобы я был в Китае. В Китае, я очень многое благодарен, и я благодарен, что он всегда всегда для нас и посвящен, чтобы мы были в Китае, чтобы помогать и помогать. Это тоже Гнаде от Китае. И я хотел бы еще в Китае. 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 И когда вернулись домой, их спросили, где я, они сказали, чего вы переживаете, мы родим ногу. Бабушка просто развернулась и поехала, забрала меня с парка. Дальше, ну, получается, пока мы еще жили все вместе, у бабушки, то как-то она моих родителей более-менее сдерживала. Но когда мы от нее переехали, я начала ездить на два дома. И первый мой упор был, когда я приехала, когда родители сильно напились. Мне было 8 лет, и я с одного конца города ехала в другое. Сама с детской поляской, которой я собрала вещи. И меня, ну, помогали люди, чтобы я доехала. И тогда бабушка взялась в меня слово, что если еще раз такое случится, потому что потом я опять вернулась к родителям, что если еще раз, ну, такое что-то произойдет, чтобы я просто выходила, садилась в транспорт, приехала, что нам надо никаких вещей, чтобы такого я не делала. И в принципе, получается, я то там была, то там. Потому что все-таки родителей я любила своих, и когда я вдохновывала у бабушки, я скучала за ними. И мне всегда казалось, что они исправятся, и все будет хорошо, мы будем жить вместе. Но время шло, и в 20, когда мне было 22 года, моя мама умерла. Когда у меня была мама, через какое-то время, это прошло около года, отец мой жилец второй раз. И общения мы сильно не находили с папиной, но бежит вас с мальчиками. И после первого у нас вообще очень сильно портились отношения. И дошло до того, чтобы в один день папа мне сказал, вот порог, и тут. И так я оказалась на улице. На улице я прожила полтора года. Первая моя зима, я осталась без пальцев на ногах. На лето я уехала, я еще смогла работать на полях. Так как у нас там есть поля, я тогда нанимаю бомжей, чтобы было бесплатно, которые могли бы работать, просто за их. И обрабатывали поля там. Я лето была опять на поле. К зиме я вернулась опять в Одессу, в город. Ну, домой меня не пустили, я думала, что я привез деньгами. И как-то мы помиримся, я вам покажу, что вот я привезла там, и меня домой не пустили. И до... Я тут... Нет, с декабря, начало января я была еще на улице. Но так как пальцы были уже обнаруженные, то любой холод, такой, что мокрые ноги, мне оно все усугубляло. И в начале января я еще раз попробовала пойти домой, чтобы помириться. И когда я пришла, то мне открыла моя черта дверь и сказала, иди отсюда. А я поняла, что у меня номер уже написано, они обнаружены, и я идти на них вообще не могла. Кто-то из соседей позвонил, вскорую меня забрали. И вот когда меня забрали, еще перед этим был такой момент, что я уже когда сидела, я ног не чувствовала, я понимаю, что подняться я вообще не могу, еще сделать я не могу. Я тогда сказала, я обратилась в первый раз в жизни к Богу осознану. Я сказала, Господи, или забери меня, или сделай что-ли. У меня больше нет сил. И я, и меня вот забрали в больницу, и с этого момента Господь начал являть видность мне в моей жизни. Ну то, что мне сделали операцию, отрезали ноги, меня, получается, спасли жизнь, потому что это было днями, я могла вообще умереть. И когда я езжала одна в больнице, то Господь положил еще ко мне в комнату одну женщину, и к ней пришла женщина навестить ее. Это оказалась верующая сестра, с которой мы там познакомились. И с того времени она мне открывала Господа, как мне надо, объясняла, как надо прийти к Богу. Мы с ней читали, она мне рассказывала и о Христе, и мы песни пели, молодежь потом начала приходить. И потом Господь делал мне очень большую милость. Сейчас это все мои братья и сестры. Тогда я не могла понять, как чужие люди могут искать мои документы, восстанавливать, как могут меня приходить за мной, брать, садить меня, на руках подносить, садить в машину, ездить помогать мне все делать. Меня оформили и в протезный завод, где я была в год и научилась потом ходить. Я сейчас, конечно, стою перед маминой подряд, я абсолютно нормально хожу. Потом, как после того, как я уже научилась ходить, меня эта сестра забрала в себе, и Господь еще любил мне милость, потому что мы подготавливали документы мне в инвалидный дом, но когда оставалось буквально две недели до инвалидного дома, чтобы я должна была уходить, она мне сказала, что она мне отгоняла, что я буду жить у нее. И с того времени мы начали искать, как мне устроиться на работу, чтобы я могла не сидеть просто дома. А, и еще к этому моменту я заключила завет уже с Господом, Он мне подарил спасение. Так же, получается, на данный момент у меня есть и работа, и служение в церкви. Я благодарна Богу за то, что через такой путь, который у меня был, Он меня привел к себе, что я могу ему послужить даже в своих мимочах. Аминь. Аминь. Они где-то в кафе, не где-то в тайне от родительских глаз, а на поприще служения. И Бог позаботился о больных людях. Вы посмотрите, как писание о людях, котерях людей, в слоях общества, которые унижены в этой жизни. Сирота, вдова, пришлец. И Бог позаботился в законе о них. Вы знаете, когда люди хотят обозвать друг друга унизить, они называют одно из таких выражений, которые, в общем-то, можно здесь сами сказать. Ослово называют. Это обычное явление, животное такое, осел. А Бог любит осла. Он в законе о нем позаботился. Есть место Писания, в котором написано, пусть отдохнет в субботу, в седьмой день, и осел твой. Богу не безразличны никто. Что? Бог заботится об униженных и огорченных людях. Братья и сестры, если рядом с нами живет сирота, вдова, больной человек, наверное, Бог нас поселит для того, чтобы мы обращали на них внимание. Хорошо, если мы заботимся, видим, не проходим мимо нуждающего человека. Иисус Христос сидел у закрошенца и заметил, как положила и бедная вдова. Она тихонько, может, положила, но Бог заметил это. Для него не безразлично. В Писании написано о том, что благотворящий бедному дает взаймы Богу. Оказывается, этим служением мы можем было даже должником делать. Я не знаю, как это, как механизм работает, так Бог определил. А еще очень важный фактор во втором псалме написано «Почтите сына, чтобы он не прогневался на вас». Одна из форм почитания Бога. Книга Причи написана в 4-й главе. Благотворящий бедному... Извиняюсь, кто теснит бедного, тот хулит Творца его, Творца бедного, то есть. Чтущий же его, то есть Бога, благотворит нуждающемуся. Как мы можем определить, что ли я Бога? Братья и сестры, один из факторов, один из определений, парометров, определяющих мое почтение к Богу это мое отношение к бедному человеку. Пусть Бог голосовит нас. Быть на этом поприще служения. Пение, пожалуйста. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Наши счастья ждем в Твоем войне. И разрыв нам в едином сильном союзе За Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. И разрыв нам в едином сильном союзе За Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. Он наш Царь, наш Отец, наш родитель, он верный. Христом мы пойдем, 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 пойдем. Бог, любовь, неизменно, и нет перемены. Лучше моря нам ярче солнца и звезд. В нем любовь неизменно, и нет перемены. Лучше моря нам ярче солнца и звезд. Лучше моря нам ярче солнца и звезд. Лучше моря нам ярче солнца и звезд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я знаю и верю, что у Бога есть план для каждого из нас. И я сейчас понимаю, почему Господь допустил такой жизнью для меня жить. На данный момент Бог благословил меня, у меня жена здоровья, хорошо видит, у меня двое деток, двое мальчиков. Не слабо ли это Бог, братья и сестры? Не Бог ли благословил? Мои соседи говорят, если ты покаялся, если твоя жизнь так изменилась, Бог точно есть, сто процентов, а я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, если бы та жизнь была бы лучше без Бога, я бы жил твою жизнь, я бы вернулся в ту жизнь. Но та жизнь без Бога, она не лучше, как и сестры, дорогие друзья, молодежь. Я вижу, что вы есть, что есть кто-то, но я не вижу, кто здесь. Знаете, я бы хотел, чтобы мы все на них радовались и понимали, что у Бога есть план для каждого, и Бог готовит меня, чтобы мы сейчас могли посещать инвалидов, собираться вместе, да, идти в такие же семьи, из которых я вышел. Бог благословил, мы уже несколько лет уже жили с инвалидами, у нас скоро это бендерами. Знаете, мы недавно посещали одного инвалидов со свиньими же, я, братья, показывал фотографии со свиньими. Братья и сестры, Бог меня так памятил, чтобы пойти к какому человеку и сказать, из чего меня Бог вытащил, без отсидетельства от любви Божьей. Пускай Бог благословит, чтобы мы слышали Его голоса, чтобы мы следовали за Ним. Господь благословил от этого человека. Братья и сестры, я счастью в Бога, счастью в Бога. Аминь. Братья и сестры, приветствую вас. Меня зовут Василий. Я из Украины, Ровенской области, город Корец. Небольшой городок 8000. У нас церковь небольшая, 15 членов церкви. Я покаялся в 2008 году, пришли рядом при нахлечении. Слава Богу! Бог мне просил грехи. Бог мне много подарил. Слава Его за Его милости. И знаете, я вот так слышал это свидетельство, у меня такая мысль пришла, что это каждое свидетельство наше, это как бы цветок, красный цветок в общий букет славы Господу. За Его милость к нам, что Он проявил Свою милость к нам. Раз, когда Петяна привел, спас Петра, слава Ему. Вы знаете, у меня сейчас первый стих вспомнился, Иван Иоанна, 21 глава, 7 стих, там так написано, Иван Иоанн Традам, ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Знаете, братья, это то, что я здесь, то, что мы здесь, это Господь. Господь нас собрал, и мы сюда подъехали, говорили, у каждого были свои трудности. Но Господь помог, и Господь голосомил, и слава Ему. Знаете, я тоже благодарен Богу, и те, кто участвовали, что я могу здесь быть. И первый раз, и для меня очень благодарен Богу, что, насколько такая большая семья нас, Бог нас роднил. Я, когда был неверующий, у меня в телефоне было 14 номеров. Потом, когда у меня телефон на две карточки стал, мне приятно посчитал, около 600 примерно стало на трюк. Немного норкается. Вчера мы были в басине, два брата я еще написал в телефоне. Мы сегодня виделись. Но, знаете, когда у меня нет, там будет намного больше сонных святых. Будет расслаблять Господа в здоровом хере. И это дело, это Господь, это слава. Но, я немножко расскажу, я, ну, как бы, с детства, у меня болезнь из Шпренгеля называется, мне тяжело руки поднять, и туда присяду встать, и уходить. Но, слава Богу, я могу уходить. Я, когда первый раз побывал на общении инвалидов, это была в Одесская область, я когда увидел там брата Андрея, там такое, у него одна голова, рабочая, и других. Я туда посмотрел, я с тобой мыслью уехал, я здоров! Ну, по сравнению с теми, которые хуже. Хотя я тоже имею болезнь, но я, как бы, считаю, здоров! Здоровитесь тем, которые хуже. Мы сегодня были тоже в одном городе, и я много видел инвалидов, у того ноги нет, у того другое. И как-то так много, что жалко шли, еще хуже, я могу уходить. И это слава Господу! Знаете, мне еще такой стих нравится, это в 138-й псалом, там, по-моему, 7-й или 8-й стих, там написано так, «Я славлю Тебя, потому что я дипно построю». И душа моя упоминь состоит это. Не сокрыты были от Тебя гости, мы, когда это созидаем. И мне очень нравится этот псалом. Он начинается, Господи, «Ты знаешь, ты знаешь, когда я вожусь, когда я встаю». Господь знает за каждого человека, Он поддерживает, Он знает, кто ищет Бога, кто расположен в Богу. Он обязательно, тот человек, найдет Бога. Господь устроит так, чтобы Он нашел, «Потому что главная задача для человека — найти Бога». Написано так, «Они искали Бога». Не ощутят его, не найдут, хотя он недалеко от каждого из нас. И если мы без Бога, или здоровые, или инновидные, но мы пустые, мы ничто. Если с нами нет Бога, если Он в нашем сердце не живет, это устраивает несместная жизнь. А когда, как написано в сокровище, это мы носим мнению сосудов, что мы избыточные, все равно прописываем Богу, а не нам. Вот это сокровище Господь, Христос в нас. И от этого Он нас утешает, Он нас укрепляет, Он нас ведет. И мы можем Него славить. Этот стих «Славлю Тебя», потому что Я дивно устроен. Господь так принеслил. И хорошо, что есть Слово Божие, которое нас утешает, которое лечит душу. Самое главное — это чтобы душа была здорова. Когда есть тело, если ноги нету, написано, учитывая первой тем, без одной ноги царства, или с двоими ногами, или с двоими ногами. И слава Господу, что Он нас любит, и что Он нас спасает, как праздновать путянами, ведет в себе. И что Он нас утешает через Слово Свое. И что у нас очень большая семья. Я еще хочу рассказать стих, он мне очень понравился. Это брат Николай Бекер из Эссена город, он тоже не зрячик, автор этого стиха. Он называется «Хорошо ли, что я инвалид?» «Хорошо ли, что я инвалид?» Кто-то скажет мне, ну и вопрос, разве можно о том говорить, инвалидам не жалко до слез, лучше вовсе на свете не жить, чем остаться, к примеру, без ног, или не зрячем всю жизнь проводить, быть глухим? Я бы тоже не смог. Я согласен с тобой, мой друг, инвалидность не каждый снесет. Это тяжкий телесный недуг, он особенным людям дает. Кто-то может стихи сочинять, кто-то петь, проповедникам быть, а кому-то-то нам благодать инвалидам всю жизнь проводить. И Иисуса спросили, роди, кто из них согрешил? Или родители в грех так вошли, или он, что родился слепым? И Иисус им ответил, ни он, ни родители здесь ни при чем, он родился слепым, чтоб потом дела Божьи явились на нем. Дорогой мой возлюбленный брат или сестренка моя во Христе, ободрись и не бойся преград, сам Господь да поможет тебе. Не беда, если ты инвалид или болезнь усковала тебя, Бог особо с тобой говорит. Этот крест Он дарует любя. Мы порою не знаем, зачем на земле свое время несем, но одно нам известно, что тем лишь кровати содействует всем, кто всем сердцем Христа возлюбил, кто был призван по воле Его. Он не даст нам страданий всех сил, не оставит в беде никого. «Хорошо ли, что я инвалид?» Я отвечу вам «Да, хорошо, если б зрячий не был, может быть, как Христу никогда не пришел». Наша жизнь на земле коротка. Впереди ожидают итог. Знаю скоро, открою глаза и увижу небесный черпок. Там расслабленный встанет, пойдет, а глупой вы слышат и пеют. Кто в небесное Царство войдет, уж не будет страдать и болеть. Ну а тех, кто не принял Христа, лишь в мучениях в вечности жду. «Ты погибнешь, мой друг, навсегда, инвалидность тебя не спасет». И Иисус очень любит всех нас, призывает на разных путях, «О, приди ко Христу, в этот час, и увидимся мы в небесах». Аминь. Сейчас брат Янушка участвует, и сестра Алена свидетельства. Братья и сестры, мы обратим внимание на четвертый крытый ход. Давайте его подоглавим, чтобы нам правильно пользоваться здоровьем, которое Бог нам дал. Братья и сестры, кто имеет здоровье по-разному, употребляет и спортом заниматься, деньги зарабатывают, славу зарабатывают и другое, а можно употребить это для славы Божией. Пусть Бог благословит то богатство, которое Бог дал, чтобы прославился Бог через это. Один старец лежал на одре болезни, уже тяжело ему было. Постели братья его и десерты с ним, и он говорит, «Братья, ты сносился кафтан мой, но благодарю Богу моему, что он износился на полях благовестия». Вооз о Руси, свидетельством, мало бывает она дома, она трудилась на поле вооза. Пусть Бог благословит, чтобы наши тела, тоже здоровье наше, было посвящено служению Богу. Пожалуйста, в участке. Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовью к Господу нашего Иисуса Христа. Меня зовут Януш, мне 26 лет, живу я в Херсонской области, нахожусь, по крайней мере. Но как некоторые друзья вот свидетельствовали, у меня с некоторыми друзьями тоже, ну, есть общее, детское. Я тоже родился в нибудь будущей семье, я материнской любви не знал, родительской, так как я родился в неверующей семье, и родился я в Одесской области. Я незрячий, незрячий с рождения, родился я в семье незрячих родителей, мама у меня 10 лет потеряла зрение, травма у меня была, ее отец в опьянке застрелил в глаза, отец родился незрячим, хотя у ее родителей зрячим. И вот так, жизнь была очень дешевая, вот, но Господь меня нашел, моя бабушка с папой покаялись, в 99-м году приняли крещение, и потом Господь так устроил, что я вот оказался у них, они мне приехали, забрали, учился в интернате, потом покаялся я в 2010-м году, было общение молодежное, и в 2019-м году принял крещение. Но знаете, что я хочу сказать? Стихом из Библии. Мы читаем такие слова, «По милости Господу мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось». И в книге Печина, 10-я глава, 22-й стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печаль свою не приносит». И вот, братья и сестры, действительно, Господь, Он в милости. И я не жалею, что познал Господа. Да, я своими глазами, конечно, не вижу, только светоощущения вижу, но я могу слышать. И благодаря, вот я читаю по правилам Библии, ну и благодаря могу слушать аудио, рассказы, книги, все, проповеди, пения, что-то у меня есть. И знаете, Бог тот духовное зрение. И вот, благодаря этому духовному зрению, Господь, Он ведет меня, я стараюсь идти. Вот есть и переживания, конечно, вот, но, знаете, когда мы с Господом, то у нас есть, кому обратиться. И я тоже хочу пожелать, вот, я благодарю Господа, что Господь мне дал братьев и сестер. У меня тоже много друзей, первые друзья, да, появились из Германии, из Дамы что-то, когда был детский лагерь. И вот много друзей у меня в Германии есть. Пусть Господь поможет за все благодарить Его, и дорожить Его любовью и благословением. Я следовать за Иисусом. Я следовать за Иисусом, брат, я следовать за Иисусом, брат, и не вернусь пути назад. Пусть силы ада души грозят, и не вернусь пути назад. И не найдется таких преград, и не найдется таких преград, и не найдется таких преград. Пусть силы ада души грозят, и не вернусь пути назад. Сейчас среди вас. Это тоже большая его милость, за которую я буду вечно благодарна до конца своих дней. У меня это большое чудо, так как танк, которые ноги на преградуне. Я практически не бываю на улице, потому что я живу в квартире, ну, по сложившимся обстоятельствам, жива одна. Сейчас у меня уже нет ни отца, ни мамы, у меня был брат, и брата тоже нет. У меня есть братья и сестры, церковь, у меня есть Господь, он меня не оставляет. Я сердечно за это благодарна Господу. И хочу рассказать большое здесь предварение. Я не могу рассчитывать на чудо, на милость надеяться могу. Христос, Он любит, Он безмерно любит. Мой Бог в своем влиянии всемогущий. Он пыль в море словом укращает. Ему подвластны небо и земля. Я верю, что меня Он не оставит. Иду по жизни с Богом я не зря. Порой смущают душу испытания, Порой даже близкие друзья наносят сердцу горькие страдания. Но рядом тот, кто сохранит меня. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы еще один хрятый ход давайте вскроем. Вы знаете, он будет выражаться в такой мысли молиться о здоровье. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели здоровье. Болите кто из вас, пусть призовет просекироваться и пусть помолятся над ним. И дальше, что нужно, как поступать. И молитва веры исцелит болящих. Бог хочет. Но пока мы в теле, мы сегодня мы болеем. И братья и сестры, нам нужно молиться о здоровье. И моя просьба, чтобы сегодня в заключительной молитве помолились тех, кто страдает, кому трудно. Вот сестра Алена полз, он по квартире переливается, чтобы что-то сделать, кушать, приготовить. Ну, и существуют свои трудности молиться. Вот народ израильский вышел из рабства Египетского. И они идут спереди моря. Сзади погнался фараон с войском своим. Слева и справа скалы. Братья и сестры, есть у народа израильский выход или нет? Кажется, нету. Но он есть. Вверх на небо есть выход. Пятый крытый ход. Все может блокировано быть. Но есть выход на небо. Крытый ход. Пятый. Пусть Бог благословит. И сейчас сестра Надя расскажет стихотворение. Это землячка моя. Мы живем, города рядом, там где война идет. Ну, свои переживания, трудности. Муж, который ухаживает за ней. Пусть Бог благословит в этом нелегком труде. Сейчас стихотворение и брат заключительное слово будет иметь для молитвы. Молитва о детях. Боже, детям пошли в покаяние и прости. Нет в них благословения. Говори к их сознанию и совести. Говори к ним с любовью и строгостью. Забери у них чувство беспечности. Дай подумать о ждущей их вечности. Боже, поторопи их, пожалуйста. Время гордко, время безжалостно. Без тебя в очи наш не получится, чтобы голоса нашего слушаться. А душа за них так тревожится. Ведь их грех непокорность не множится. Без тебя в бездну вечности кататься. Дон, но за спасение не схватится. Ты прости их. Их души закованы. Ты разбей эти цепи духовные. Дай прийти и в себя, дай задуматься. Пусть не держат друзья их и улица. Пусть пройдет это ожесточение Твоей милостью пренебрежение. И пошли иные осознания. Пусть падут перед тобой покаянием. Не летят. Не мелькают безжалостно. Ты помилуй их, Боже, пожалуйста. Аминь.